Хватай мяч и со всех ног сюда. Повторить. Хватай мяч и не слышите. Все. Я вот это Фрося слышал, а ты не слышал. У вас что, слухи разные? Да, я не слышала. Я уши вам что, прощищать буду или что? Кто не слышал сейчас, вы сейчас бегаете до костра и вернетесь обратно. Наказание вам. Дальше. Ну-ка выйди сюда, Андрюша. Поступила жалоба, расскажи. Старший воспитатель, исполняющий обязанности начальника лагеря. Виктор Ставченко. Несколько дней назад кто-то из ребят, я уже не помню, говорили, что опять он сквернослойл. Я не сквернослойл. Так, тихо, пока. Пока не споршу, не разрешу молчать. Ну, а второе очень грубое тоже нарушение было. Он потерял кепку свою. Я ему говорил, не лезь купаться с кепкой. Ну, он полез, я уже не стал. Утопил ее? Ну, случайно. Он очень там плакал, рыдал. Видно, что для него это было. Урожки? Да. А тут Нестор подошел к нему и стал как-то, как бы это выразить-то, ну, прицепляться к нему, что там. Он подходит, вот, железный бак с водой. Нестор сидит на той скамейке. Он атаковал ее об железный бак его. Ну, это при мне было и потихоньку. А если бы меня не было, он бы, наверное, мозги бы размазал его, наверное. А пусти руки-то еще за наполеоновская форма. Так, так было с Нестором? Да. А что это означает? Да пусть он... Ну, кто разрешил тебе? У нас в лагере никто не имеет права ни обзываться, ни драться. А в железный бак головой будет ребенок. Иди сюда. Сколько тебе лет? Шесть. Шесть тебе? Двенадцать. Ты справляешься с ним, да? А ты вот с этими богатырями справься. В два раза. Давай, стукни его. Кто кого победит, тот того головой, а бак стукнет. И завтра домой это вести нечего, одни ботинки останутся. Ну, посмотри, какие ребята сидят. Это значит, ты обижаешь слабо. Вот какое выражение. А у нас даже слабого нельзя обижать нигде. Сколько раз я тебя уже предупреждал, что у нас материться здесь нельзя сквернословить. Было? Было. Почему сквернословишь? Не сквернословил. А? Так, кто, ребята, слышал это? Ну, к вам, че говори. Кто слышал? Я не сквернословил. Я это не слышал. Несколько дней назад кто-то говорил, что... Я не... Где его слышал? Докажи. Я когда приехала сюда, я проходила мимо фруси, он березы за кем-то гнался, я не помню, и сказал мат. Это когда ты приехала сюда, это давно-давно было. Притом еще недавно ты говорил. Ну, она приехала без меня. А до этого уже с тобой мы договорились, и ты мне твердо обещал. Этого не будет. Уже многократно тебя ловили. Ну, было это неделю назад. Она без меня приехала-то. Я уезжал еще в Ане был. Когда было, когда не было. Это твой язык. Зачем ты это делаешь? Русский язык такой богатый, что его лексикон просто не нуждается в засоряющих словах. В мусоре, в грязи в этой. Не найти их на речку. Ну? Он, как только приехал, мы рассказали, что мы живем в лесу, в яме. А Ангела часто говорит, что мы живем в мусорной яме. Ну, ладно, это не важно. Это не такое дело. Так, руки опусти. Почему сквернословишь-то? Ну, как не знаю. Но я могу спросить тебя про то, чего не знаешь. Почему в Японии крыша загнутая? Ну, ты знаешь, почему ты загибаешь слова? Скверно. А Несторон, за что ты так? Просто он сидит вот так, он кексы потерял, злит. Ну, и что? От этого что? Ты ему мозги вправишь или что? А ты какой-то дух щекотила. Такого ребенка, который, ну, намного позиции ниже тебя, меньше веса, схватить и даже... Видел это? Я говорю, с тобой биться не надо нисколько. Ты попал не в тот лагерь. Мама, бабушка, страстно и страшно хотели, чтобы ты здесь был. Понимаешь, что у меня здесь нету. И тут должен быть порядок тот же самый, что и при мне. Я приезжаю не каждый день сюда сегодня. Нынче. Тебе уезжать завтра, так? Значит, сделать полный расчет, а не заплатили до второго. Сколько там лишние деньги вернуть, чтобы кто повезет. И высчитали за дорогу 200 рублей шоферу отдать. С ними договорились. А остальные, чтобы шофер учил родителям. Исправления нет. Вот беда-то какая. Ты научился есть первое. Первое не умел есть за 12 лет. Он игрок. Понимаете, игрок в эти игры компьютерные. Вы не понимаете, какая игра. У него все ограничено виртуальной вот этой рамкой. И там он стреляет, бьет, а его оттуда пули не вылетают, не бьют. И вот он, а Фрося стоит на... Вот качается когда... Он Фрося просит, или как там эта палка, которая качается. А палка-то вот такая вот. И Фрося ему качнул, и он стоит, он знает, что рамка дальше не вылетает. Она вылетает палкой и бьет его. Он не может понять, как она, палка, вылетела из экрана. Он первый предложил. Он первый предложил. Давай, говорит, бросать и бросил. Это не на той качели пошел. Точно так же. Он не может понять, что реальная жизнь, она не такая, как вот игровая-то. Он полностью находится под влиянием этой демонической силы, которая опутала людей, привела к одержимости. И там тоже точно так же. Стоит, рот раздевал. Ну, понятно, девчонки хорошие, красивые, то другое. Сюда машет, она качается. Мгновенно его по голове. Он не может понять, как она из рамки вылетела. Дома они не вылетают ни пули, ни что. Он там стреляет, бьет. А у нас в лагере из рамки, из этой, ну, из мониторной рамки-то. Герои вылетают, палки вылетают. Они бьют у него. Видишь, какие пузыри здесь. Не играйте. Значит, по всей вероятности тебе будет отказано приехать на следующий год. Это самое большое наказание. Ну, вы что? А бабушка за то, что все, на следующий год? Нет, нет, нет. Это не его лагерь. Пусть он там в других лагерях, там матерятся, там герой. Путся там или что попало делают. У нас не положено. Я его много раз предупреждал. А с него как с гуся вода. Он совершенно не рожден, ему это не надо. А зачем мне это нужно, чтобы в православном лагере гадилась эта атмосфера? У нас не положено. Тебя не имеет никто права обидеть. Никто не имеет. Но и ты не имеешь права никого обидеть. Потому что ты завтра уезжаешь. На этом разговор закончился, считай. Становись. Тебя отказано. Но отказом кому? Еще дается шанс. Если ты будешь ходить в церковь, и два священника за тебя походатайствуют. Что ты изменился, исповедовался, причащался. Походатайству двух священников, не бабушки, я тебе могу принять. Наш лагерь это не такой лагерь, где можно все делать. Так, ты что-то им можешь сказать? Ну давай сюда, выходи, говори. Что хочешь сказать? На то, что я вынес тебе такое решение. Я хочу вас с этим не справиться. Ну хочешь, я приветствую тебя. Но я тебе сказал, вот так. Пока исправления нет. Детей обижаешь, сквернословишь. Но выход есть. Ходить с бабушкой в церковь, познакомиться со священниками и получить характеристику. Я тогда поверю. На следующий год можешь приехать. Только тогда. Так, еще что? Так, опять Нестор вернословил. Слышали? Кто-то слышал это. Я не помню. Так ли это было? Не помню. Зараза какая. Представь, такой вот маленький пацаненок. Это ваша улица. Она поглотила вас полностью. Зачем ты ругаешься? Ты в верующей семье живешь. Зачем ты сквернословишь? Ну, я тебя уже не знаю, как просил, умолял тебя. И никакого толку нету. Ну, зачем ты это делаешь? Ну, чтобы не повторяли. Что? Что не повторяли. Что повторяли? Кто-нибудь сидели еще. Он до какого числа будет здесь? До второго. До тридцать первого, наверное, до молочников. Тебе в лагере не нравится здесь? Не нравится. Так нравится, надо ей устав соблюдать. Тебе нравится. А нам вот не нравится, когда сквернослови. Не нравится, и все. Значит, тебя многократно предупреждали. А двух священников ты не можешь привезти, потому что ходишь в ту церковь, где один священник. От него характеристика будет, вернешься в лагерь, больше не приедешь. Иди. Нам это не надо. Будешь дома сидеть? Кроликом траву рвать там, еще что? Так, слушайте внимательно, когда играете. У вас еще время есть? Пошел играть. Вас ребята ждут. Да играйте матч. Футболисты, пошел, бегайте, идите. Еще успеете. Так, моя кошка, посмотри какая. Да она беленькая, пришла. Да моя беленькая, хорошая кошка. Сережа, пойдем педагоги. Не хочется. Да у меня, наверное. Ну-ка, у вас пусть на камеру. Ну ладно. Хлопчики, идите играйте еще, поиграйте. Поиграйте за нас, пожалуйста. Победите, победите деревенских. Сумеете победить. А как вы? Они бугают. Они бугают. У вас больше должно быть в команде 8, а их 2. Ну, понятно, все. У нас мы играть-то не умеем, а они вон и не сдали. Я знаю, ну больше нет никого больших. Наши ребята большие-то уехали с Тобольска. Ну, хотя бы Сережа, хотя бы.